Сзади повернись, я посмотрю, спинку твою. Повернись, покружись ко мне. Все. Нормально, удобно? Да. Сидит идеально, можно брать. Сегодня семья Соленковых собирала в первый класс сына Артема. Костюм, две рубашки, запасные брюки, жилет. Список небольшой, но обошлась эта покупка маме в сумму 9200 рублей. Цены не удивили. Я считаю, что сейчас на данный момент цены достаточно доступные, если мы готовимся к этому заранее. Если, конечно, не готовиться и не предполагать, не планировать бюджет, то будет, конечно, не очень хорошо. По сравнению с прошлым годом цены выросли, говорят продавцы. Например, костюм на первоклассника летом 2020-го был в пределах 3-4 тысяч рублей. Сейчас меньше, чем за 4,5 форму практически не найти. Закупка дорогая. Предприниматели в основном сейчас закупают цены на рублей 500-600, вот где-то дороже стали. По подсчетам специалистов, сейчас в стране средний чек за школьный набор составляет 13 364 рубля. При этом собрать мальчика в школу примерно на 2,5 тысячи дешевле. Конечно, не нужно забывать и про канцелярские товары. Они подорожали примерно на 12%. Сейчас минимальный набор можно собрать за 2487 рублей. Все приведенные цифры минимальны. Есть еще вторая обувь, форма для физкультуры, различные рабочие тетради. Сюда не входят и товары, которые не обязательны в одних школах и необходимы в других. Например, зимний спортивный костюм и лыжи. Не считали мы и цветы учителю на 1 сентября. Учитывая все это, стоимость покупок ко дню знаний может спокойно перевалить за 20, а то и за 25 тысяч рублей. Александр Халин, Максим Липин. Новости НТР.